Всем привет, с вами Бивер и настольные игры. И сегодня на обзоре у нас абстрактная игра в небольшой коробочке. И в этой игре игрокам предстоит немало покидать кубики. Квикс от Штефана Бендерфа рассчитана от двух до пяти игроков. И эта игра недавно была локализована в Украине. Так что в коробочке сразу же идут правила на русском и украинском языке. Кроме того, в коробочку были добавлены еще и дополнительные кубики и планшеты для игры в покер на костях. Так что по факту эта коробочка два в одно. Ну а игра Квикс состоит из шести кубиков и пачки бумажных планшетов. Ну и нужно не забыть для своей партии подготовить или ручку для отметок или карандаш. Ну а что вообще из себя представляет игра, давайте сейчас и посмотрим. Ну а с вами канал Бивер Геймс. Итак, поехали. По ходу игры игроки должны бросать кубики и стараться выполнить нужные комбинации, которые еще не были закрыты на планшете. В начале игры каждый игрок получает свой листок для подсчета, на котором находятся четыре трека комбинации по одному для каждого цвета. А также получает орудие, с помощью которого будут производиться отметки. Первый игрок берет все шесть кубиков и бросает их, а после этого должен выполнить два действия. Сперва игрок подсчитывает сумму на белых кубах и вслух называет ее. И любой игрок может отметить эту комбинацию на любом из треков. Интересным правилом является то, что игрок на каждом треке должен отмечать лишь те ячейки, что идут после уже выполненных. Однако можно и пропускать некоторые из них, но позже игрок не сможет больше закрыть пропущенные ячейки. К примеру, по желтому треку игрок закрыл тройку, позже пропустил четверку и пятерку и закрыл шестерку. Теперь игрок может закрывать любую из ячейк правей шестерки, но двойка, четверка и пятерка уже останутся пустыми. После того, как первое действие было выполнено, игрок может составить сумму из одного любого белого кубика и одного цветного и отметить ячейку с получившимся результатом на соответствующем цветном треке. После этого ход переходит к другому игроку, который снова берет шесть кубов и кидает их. Кстати, если активный игрок не закрыл ячейку ни во время первого действия, ни во время второго, то игрок должен отметить это, поставив символ специальной ячейку «минус пять очков». Игрок в конце игры и получает как бы соответствующее количество очков. Как только одному из игроков удается закрыть последнюю правую ячейку на треке и у него есть пять закрытых ячейк на нем, игрок должен также и поставить крестик на ячейке с замком того же цвета и будет учитываться в финальном подсчете очков. После этого данный цвет является закрытым для всех игроков и отмечать на этом треке ячейки запрещено, а кубик соответствующего цвета выходит из игры. Таким образом игроки бросают кубы и заполняют ячейки до момента, пока не будут закрыты два трека, причем не обязательно у одного игрока, либо один игрок закрывает четвертую ячейку в поле пропуск. После этого начинается финальный подсчет. Каждый игрок получает очки по количеству закрытых ячейк на каждом из треков по вот такой вот таблице, ну а за каждый пропуск по минус пять очков. Все данные удобно записываются в соответствующие ячейки, ну а набравшие больше всех очков и становятся победителем. Квикс это довольно быстрый и абстрактный филер на кубах. Как на меня, то большим плюсом этой игры является постоянное вовлечение всех игроков в игру даже во время чужого хода, потому как результаты белых кубов может использовать любой игрок. Вся игра Квикс немного схожа с яц, или проще наверное с покером на костях, который как не зря добавлен в коробку с игрой. Однако, что мне нравится в этой игре, это то, что тут не все зависит от твоей ловкости и умения бросать кубы. Здесь, во-первых, есть возможность каждому игроку получить бонусы от любого броска. А во-вторых, активный игрок всегда получает выбор из комбинаций белых кубов и цветных, и тут уже в игру входит и некоторая расчетливость. Конечно, назвать стратегией это умение, как-то язык не поворачивается. Понятное дело, что везде есть рандом, где есть кубы, и здесь он, конечно же, тоже никуда не делся. Особенно он неслабо проявляется, когда на некоторых треках остается всего по паре ячеек. Однако, интересным моментом является то, что два трека идут от 2 до 12, а два наоборот. И это дает вариативность игроку, и практически каждый ход есть возможность закрыть какую-нибудь ячейку. В общем, подводим итог. Довольно простая игра, правило которой рассказывается около 30 секунд. Лично я получил огромное удовольствие от этой маленькой игры, которая, пожалуй, займет на сегодня одну из высоких позиций для моментов, когда времени на поиграть практически нет. В общем, на этом все. Если вам понравилось данное видео, или оно было для вас полезно, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, а также оставляйте комментарии под видео. Ведь этим вы помогаете каналу в развитии. Любите настолки и играйте в них. А с вами был Бивер и канал Бивер Геймс. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok